Наступил новый день и это еще один день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Сегодня мы работаем в микрорайоне Чкаловский. В частности, два избирательных участка расположены в школе номер 11. Ситуация на избирательном участке спокойная. У нас соблюдены все санитарные нормы. Средства индивидуальной защиты у нас в всем наличии. Мы всем раздаем маски, ручки, у всех индивидуальные перчатки. Обрабатываем каждый час антисептическими средствами. Паспорт отправляем на расстоянии. К этому участку для голосования прикреплены около 1900 избирателей. В их числе Галина Брокбельцова. Легендарная авиатриса, ветеран Великой Отечественной войны, штурман экипажа пикирующего бомбардировщика П-2, 125-го гвардейского бомбардировочного авиаполка имени Марины Росковой. Голосование по поправкам в Конституцию – событие далеко не рядовое. А для Галины Павловны, жителей Чкаловского, которые ее любят и уважают, его решили обставить с особой торжественностью. На участок ветеран поехала на раритетной «Волге» в сопровождении эскорта байкеров. «Едем голосовать за историческую правду». Весь городок, знает Галина Павловна, но когда такие люди живут на районе, их нельзя не знать. В школе, когда учились, нам рассказывали. С друзьями узнали, что Галина Павловна решила проголосовать, и подумали, что было бы здорово с нашей стороны устроить ей небольшой праздник и сопроводить ее на мотоциклах. На крыльце школы номер 11 Галину Павловну встречает временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков, который ежедневно в период голосования проверяет работу участковых избирательных комиссий. Галантно сопровождает в зал для голосования. Как известно, голосование по поправкам в Конституцию длится целую неделю, но именно этот день для визита на участок Галина Павловна выбрала не случайно. По верной и уже привившейся традиции, как в праздник воскресенья, идем голосовать. Я счастлива, что сегодня здесь отдаю свой голос и торжествую, потому что это праздник души верности нашей отчизне. Галина Брокбельцова – человек с активной гражданской позицией. В год юбилея Великой Победы в свет вышла ее книга «2020. Роскова с нами». Здесь голос летчиков, отдавших жизни за родину, и тех, кто после войны остался верен авиационному братству, говорит автор и вручает Андрею Булгакову редкий экземпляр. Андрею Алексеевичу я сегодня вручаю второй экземпляр. Первый был у Владимира Владимировича. И я позволю себе, не ругайте меня за нескромность, я подписываю книгу Андрею Алексеевичу Булгакову с пожеланием успеха и осуществления задуманного. С уважением ветеран Великой Отечественной Галина Брокб. Спасибо. Несколько дней назад вся страна видела Галину Павловну на Параде Победы рядом с президентом. Несомненно, многих жителей Щелково переполняла гордость за нашу землячку. Галина Павловна, расскажите впечатления ваши о Параде Победы. Вы же участвовали рядом с президентом, были? Когда мы были рядом, какая традиция у нас? Владимир Владимирович немногословен. Как правило, мы репликами обмениваемся. Он говорит, жарко. Я говорю, не то терпели, это переживем. Идет знамя вместе с нашими ребятами, колышется. Он встает. Мы, у кого одна палка, кто модничает без палки, Ну, тяжело. Встали, знамя принесли, он поворачивает, Садитесь, садитесь все. То есть, и здесь даже, когда проносят знамя, он думает о тех фронтовиках, которым за 95 сен. Вот таким необычным выдался этот день голосования в 11-й школе. Всех, кто неравнодушен к судьбе страны, ждут на избирательных участках до 1-го июля. Мы участвуем в таком событии, в историческом, для нашей страны, для нашего народа. И волнительно, конечно, и радостно. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Сергей Максимов, Сергей Василевский, Игорь Поляков. Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова